Джоан Ван Арк Ник Манкузо Фильм «Заговор в Белом доме» В то время как весь мир ожидает реакции Соединенных Штатов на последние террористические акты, совершенные по приказанию опального лидера Амара Хасида. Совет Безопасности осудил смертоносные взрывы, устроенные последователями Хасида. Усиленные меры безопасности были предприняты во всех дипломатических миссиях США, Британии и Франции. Попытки мирного урегулирования со стороны русских провалились, но посол России вновь заявил, что оппозиция призывает к вооруженному разрешению конфликта. Ожидается, что забастовки помогут быстрее стабилизировать ситуацию в регионе. Столкнувшись с самым серьезным кризисом за время президентского правления, президент Хейден призвал... Накануне праздника Дня Поминовения... Продолжение следует... Пятница, 22 мая, 6 часов утра. Буря миновала, но мера по наведению порядка продолжается. Официальная власть ожидает, что к завтрашнему дню все пойдет обычным чередом. В других частях света напряженность продолжает нарастать, особенно на Ближнем Востоке, где сторонники Амара Хасида вновь активизировались в ответ на его призыв к действиям. Командующий Соединенными Силами генерал Джеймс Мэтсгер немедленно отозвался о намерениях Хасида, как и стремление развязать гражданскую войну и создать политическую нестабильность не только на Ближнем Востоке, но и создать угрозу для Соединенных Штатов и всего мира. Продюсер Джеймс Шевик. Так, два нажатия на желтую кнопочку, устанавливаем время. Режиссер Марк Собел Режиссер Марк Собел Доброе утро, Грей. Доброе утро, госпожа вице-президент. У вас новый костюм? Да, мэм. В то время как президент Марк Хейден продолжает искать дипломатические выходы, мирная делегация во главе с сенатором Баркли сегодня в полдень отправляется в Цюрик. Ты что, не любишь блины, Кевин? Привет. Привет. Как побегала, мам? Лучше не придумать. Что в мире? Сразу же после конференции президента встреча с командующим. Митцгер настаивает на решительных мерах. Эта поездка поможет снять напряженность. Ну что ж, очень надеюсь. Здравствуй. Здравствуй, милый. Мам, а я обязательно должен ехать? Должен? Кевин, да ты будешь просто в восторге. Цюрик потрясающий город. Кроме того, у тебя будет возможность пообщаться с Лоуэлл. Я знаю. Только, может быть, я лучше останусь с тобой? Это из-за самолета? В какой-то степени. Твои страхи мне понятны. Но с тобой будет Лоуэлл. Помнишь, что любил повторить твой папа? Ничего не боится, только сумасшедший. Белый дом, 10 часов утра. Белый дом, 10 часов утра. Самолет делегации, 10.05 утра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звук напортил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глядя, как красиво поют эти юные американцы в канун праздника Дня Поминовения, я глубоко уверен, что наши дети никогда не узнают, что такое настоящая война. Это мужчины и женщины, которые пролили кровь и потеряли своих любимых на полях сражений Европы и в войне на океане. Плюс мое поколение, которое ежедневно наблюдало за ужасами во Вьетнаме на экранах телевизоров. Мы очень надеемся, что нашей великой нации больше никогда не доведется познать тех ужасных страданий, на которые один человек обрекает другого. Вот почему мир так необходим. Сегодня наша делегация отправляется в Цюрих, и я надеюсь, что она сможет положить конец ближневосточному кризису. Наша мирная делегация, возглавляемая сенатором Лоэлом Баркли, встретится там с людьми, приехавшими со всего мира, дипломатами, политиками, простыми гражданами и детьми. Я прошу всех американцев присоединиться к моему мнению, что мы надеемся и верим в них. Потому что сейчас, когда силы зла неуклонно возрастают, на карту поставлено наше общее будущее. Я со своей женой Виван и сыном Блейком будем с нетерпением ждать возвращения нашей делегации в Вашингтон на будущей неделе. Служба безопасности Белого дома, 10.30 утра. Нет, маршрут следований изменен. Займемся этим по возвращению из Цюрих. Прямо 23-го. Нет. В эти выходные я свободен. Господин президент, прибыл генерал Мецкер. Мне пойти с вами? Разумеется, Лиз, если вы не против. Итак, войска Хасида сконцентрированы вот здесь, на юге. Но, согласно данным разведки, настоящая угроза поджидает нас на востоке. Откуда он может получить ядерное оружие в 24 часа? Допустим, ты прав. И что ты предлагаешь? Нужно действовать. Нужно дать им понять, что мы контролируем ситуацию. В противном случае, не успеем мы глазом моргнуть, как наши войска будут атакованы. Первое. Нужно послать наши авианосцы в залив, чтобы они об этом знали. Второе. Хасид, само собой, не оставит это без внимания. Но пока он собирается, мы нанесем упреждающий удар и выбьем его оттуда. Генерал, а что, если ваши данные ошибочны? А что, если прав я? Если мы будем сидеть сложа руки, к нему попадет оружие, с помощью которого условия будет диктовать он. Генерал, господа, я изучила данные, полученные нами вчера. Кто был и вчера? Выслушайте меня, генерал. Я хочу сказать, что нет ничего конкретного, что указывало бы на намерение Хасида сделать решительные шаги в ближайшем будущем. Поэтому я предлагаю... Я очень уважаю ваше мнение, мадам вице-президент. Но сейчас дело не в нем. Нашему вице-президенту нужно понять, что подобная ситуация требует быстрых и конкретных действий. Хорошо. Мы будем следить за его передвижениями. Но афишировать это не надо. А наша делегация пусть делает свою работу. Джим, прошу тебя, согласись с ней. Мне не нужны здесь разногласия. Спасибо за поддержку, Элизабет. Из вашего выступления я так и не понял, есть ли у вас собственное мнение, или вы просто поддакиваете. Холодная война окончена, Джим. А вам до сих пор мерещатся враги. Вам нравится заниматься очковтирательством, что ж? Метцгер действительно настроен решительно. Я с радостью подпишу его отставку. Только скажите. Что требуется от меня? Попроси Лоуэла, чтобы не ударило лицом в грязь там, в Цюрихе. Господин командующий, как вы, боевой генерал, прекрасно знающий этот регион, охарактеризуете сложившуюся ситуацию? Каждый американец, сторонник Свобода, должен очень-очень внимательно прислушаться к сказанному мною. Соединенные Штаты ни сейчас, ни когда-либо не позволят ни единому тирану нарушить сложившуюся в мире расстановку сил. Единственным правильным решением будет, и я считаю это неизбежным, ответить агрессией на агрессию. Кабинет вице-президента, два часа дня. Жаль, что я не еду с тобой. Мы уже так давно никуда не ездили вместе. Уверяю тебя, это далеко не увеселительная прогулка. Знаю, в том-то все и дело. Не волнуйся, к нашему возвращению от кризиса не останется и следа. Что еще? Сегодня утром я вдруг поняла, что мы впервые расстаемся с ним так надолго, с тех пор, как... как умер его отец. Вам обоим нелегко, так что я тебя понимаю. Лиз, Кевин отличный парень. Все будет хорошо. Я знаю. А что касается вас, госпожа вице-президента. Да. Когда все будет позади, мы с вами вдвоем сбежим подальше от Вашингтона с его проблемами. Денька так на два. На два дня. Целых два дня. Белый дом, апартамент президента, пять часов вечера. Кевин, ты где? Вы что здесь делаете? Скорее. Вам с Лоуэллом пора ехать. Зачем вы выпустили кроликов из клетки? Ну, давайте, сажайте их обратно. Быстро, быстро. Я тоже хочу в Цюрих, а приходится ехать в Кэмп Дэвид. Как будто мне здесь нечем заняться. Вот увидишь, тебе там понравится. Послушай, детка. Пожалуйста, засунь их в клетку сам. Идем, Кевин, быстро. Счастливо. Пока. Приятных выходных. Так, твое пальто и чемодан. Ты что, берешь с собой ноутбук? Конечно, как всегда. Иначе я там с ума сойду за восемь часов полета. Кевин, не будь букой. И все будет отлично. Обещаю. И будь Клоуэллом снисходительным. Конечно, мам. Конечно, мам. Целых два дня. Два дня. Овальный кабинет. Соединенные Штаты не сейчас, никогда-либо не позволят ни одному тирану нарушить сложившуюся в мире расстановку сил. Единственным правильным решением будет, я считаю это неизбежным, ответить агрессией на агрессию. Агрессия на агрессию. Острови желаю, господин полковник. Вольно. Генерал Метцгер вызвал вас к себе. Видел, как ваш пацан сыграл в воскресенье против БМС? Молодец. Очень верная тактика. ДОСАДНО Дэвис слушает. На линии Метцгер, сэр. Слушайте, господин президент, похоже, задевается серьезная заварушка. Наша разведка докладывает, что войска Хасида двигаются в южном направлении. Как я и предупреждал вас, он собирается перейти в наступление. И я настоятельно рекомендую вам немедленно заняться настоящим кризисом. Я отдал приказ привести наши авианосцы в заливе в боевую готовность. Что? Немедленно отмени приказ. Я сейчас приеду. Вызови Филоуза. Скажи, что мне возможно понадобится его помощь. Слушаюсь, сэр. Половина восьмого вечера. Все готово, Коллинз? Готов, лейтенант. Как настроение? Кевин, я понимаю, что сразу мы не станем загадочными друзьями. Но нас с тобой кое-что связывает. Мы очень любим твою маму. Как ты смотришь на то, чтобы ради нее попытаться поладить друг с другом во время поездки? И чего вы трезвоните, когда я заводила вас на шесть утра? Простите за беспокойство, госпожа вице-президент. Я уже собирался уходить, как вдруг узнал, что генерал Мэльцгер встречается с президентом в центральном командном пункте. Между ними произошла короткая стычка, и я подумал, что вы... Должна быть в курсе, не так ли? Да, мэм. Спасибо, Джон. Но пока пусть устроит себе мальчишеский клуб. А я еще поработаю над этим выступлением. Ты свободен. Спасибо. Джон. У тебя эти выходные заняты? Нет, нет. Не занят. И никаких свиданий с девушками? Никаких. Ну что ж, тем не менее, желаю приятно провести время. И вам того же, госпожа вице-президента. Да, и если я вдруг узнаю, что там внизу происходит, я вам сообщу. У меня есть парочка друзей наверху. Спасибо. Говорит, Хобсон, прием. Все доложились. Копи. Привет, Кевин. Я уже по тебе соскучилась, хотя прошло еще совсем мало времени. Но я знаю, что ты и в самолете будешь проверять почту. Передай привет Лоуэлу. Я люблю вас. Твоя мама. Господин президент, из Пентагона сообщили, что наши авианосцы уже направились на свои позиции в зале. Метцгер сам подписал себе приговор. Как на это отреагировал Хасид, мы еще не знаем, сэр. Мы пока еще пытаемся понять, что происходит. Метцгер. Хасид отреагировал. Как я и предполагал. Медсгер! Как вы осмелились через мою голову отдавать команду флоту? Господин президент, я глупо уважаю и слышать не желаю. Вы не обладаете никакими полномочиями единолично командовать армией. Я вынужден отдать вас под трибунал. Прости, Джим, но у меня нет выбора, ты уволен. И чтоб рапорта по отставке сегодня же вечером был у меня на столе, это же касается Уильямса, Крелла и всех твоих заместителей. Я ниже подписавшийся, слагая себе полномочия командующего Соединенными Силами, добровольно и безотлагательно. Добровольно я не сдамся, Марк. Уж кому, как не тебе, об этом знать. Ладно. В понедельник я объявлю о твоем разжаловании, а пока мне нужно подумать, что я скажу прессе. Хасид вооружается. Довольно об этом. И видеть тебя больше не желаю. Марк. 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 Пожалуйста. Мне очень жаль, что приходится прибегать к Силе. Садись. Давай все обсудим спокойно. Комный. Спокойно. Дамы и господа, говорит старший пилот. От имени экипажа я рад приветствовать вас на борту нашего лайнера. Просим всех приготовиться к взлету. Устраивайтесь поудобнее. Приятного вам полета. Рада видеть вас, сенатор. Если что-нибудь понадобится, вызывайте меня. Я к вашим услугам. Спасибо. Продолжай. Утечка газа. Поступил сигнал из Белого дома. Возможная утечка газа. Всем постам приготовиться к эвакуации. Очередная учебная тревога. Вот черт. Прошу прощения, госпожа вице-президент, но я должен просить вас покинуть Белый дом. Поступил сигнал об утечке газа. Еще пару минут, сержант. Но, мэм, я обязан. Можете идти, сержант. Мэм, мне еще нужно проверить остальные кабинеты, но на обратном пути вы покинете здание вместе со мной. Договорились. Идем, там никого. Уходим. Сэр, похоже, морские пехотинцы эвакуировали с Белого дома весь персонал. Хобсон занял позицию снаружи. Хорошо. Забирайте. Опустить противорадиационные щиты. Забирайте. 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 Продолжение следует... 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 Генерал Метцгер, в западном крыле наблюдается движение. Пусть кто-нибудь сходит, проверит. Объект продолжает движение. Понял. Прости, что оставил тебя одному. Нужно было кое-что доделать. Понимаю. Ну что? Все-таки немножко страшно лететь. Да. Самая малость. А вот я раньше жутко боялся выступать перед публикой. Правда? Да. Но потом понял, что перестать бояться, нужно перестать думать об этом. А думать только о чем-нибудь очень приятном. Довольно трудно одновременно смеяться и бояться. Пожалуй, ты прав. Спасибо. Как ты посмел уволить меня, когда я прав? Я уволил тебя за то, что ты нарушил всякую субординацию и направил кораблей на боевые позиции. Ты поставил под угрозу жизнь молодых американских солдат, не получив поддержки ни у Конгресса, ни у меня, ни у американского народа. Прибереги свое краснобайство для журналистов. Как и сегодняшнюю свою речь о Вьетнаме. Да что ты знаешь о Вьетнаме? А я там был. Советую вам пойти, не то клянусь Богом, я потребую обратно свои денежки. Слышу шум в восточном крыле. Отключай судород. Вас понял. Объект продолжает движение. И хотя пока нет никаких комментариев по поводу возникшей тревоги, официальные лица рады, что это случилось в канун выходных, когда в здании оставалась только незначительная часть персонала. Генерал Джеймс Мэзгер успели укрыться в подземном комплексе до того, как были опущены щиты безопасности. Генерал Мэзгер, правда, все равно откроется. Страну, которую вы пытаетесь защищать, вы просто-напросто приведете к нас. К тому времени, как будет обнаружена утечка газа, и в Белый дом можно будет войти, операция будет полностью завершена, а сам инцидент и воспоминания о нем не выйдут за порог этой комнаты, господин президент. Разумеется, если вы согласитесь сотрудничать и не рассчитываете на это. Посмотрим. Джим, это все кончится плачевно. Зачем ты губишь свою блистательную карьеру? 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 Моя карьера ничего не значит по сравнению с тем, господин президент, если моим внукам придется жить в мире, которому будет постоянно угрожать террорист международного масштаба Амар Хасибс. Я предупреждал вас, господин президент. Много раз предупреждал. Но вы не реагировали, пряча за запресс-конференциями, мирными делегациями и пустой дипломатии. Этот мерзавец должен быть остановлен. Генерал Мэцкер, ради бога, опомнитесь. Это несанкционированное действие. Все кончится тем, что весь мир отвернется от вас. Не волнуйтесь. Можете мне поверить. Я тысячу раз все хорошенько обдумал. Уверяю вас, что наши ответные действия не будут восприняты негативно. В ближайшее время Хасибс совершит такой акт вандализма, который станет последней каплей. для миролюбивого человечества. Мне очень неприятно об этом говорить, но на борту самолета, летящего в Цюрих, с мирной делегацией заложена бомба. Возрыв самолета все, несомненно, свяжут с Хасидом. И тогда Соединенные Штаты незамедлительно нанесут ответный ядерный удар и покончат раз и навсегда с логовом агрессора Амара Хасида. И вы готовы пойти на это? Да, господин президент, готов. Ради блага мира. Субтитры создавал DimaTorzok Объект продолжает движение. Крэл, ты слышишь меня? Прием. Субтитры создавал DimaTorzok Крэл, ответь. Крэл, ты слышишь меня? Прием. Крэл, ответь. Да, я тебя слышу. Белый дом. Апартамент президента. 9.27 вечера. Крэл, ответь. Он не отвечает. Продолжайте. Крэл, ты меня слышишь? Прием. Крэл, ответь. Крэл, ответь. Бей! Убивай! Не щади врага! Мы на месте. К атаке готовы. А мы еще удивляемся, почему наши мальчики вырастают такими жестокими. Неприятель может направить против меня свою лучшую артиллерию. Но она ничто по сравнению с тем, что приготовил для него я. Сдавайтесь, если можете. Вам некуда бежать. Тащите его сюда. Вам некуда бежать. Питание. Утечка газа до сих пор не обнаружена, но мы получили подтверждение, что президент и командующие благополучно успели спуститься в подземный комплекс. Рядом со мной находится начальник служб безопасности Белого дома, лейтенант Хобсон. Я разговаривал с президентом, и он просил меня заверить всех граждан Америки, что он и его команда надежно укрыты в экстренном командном пункте. И так в нашей столице все спокойно. С вами был Брайан Стоун из Вашингтона для канала Рэй-12. Брайан Стоун из Вашингтона для канала Рэй-12. Привет. Извини, что разбудил тебя. Ничего страшного. Вам письмо. Ну ты и везунчик. От мамы. Она пишет, что уже успела соскучиться. Я собирался поиграть. Хочешь? Да. Но я слабо играю. Я тебя научу. Огонь. Командный пункт. 11.08 вечера. Солдаты, неужели вы забыли, как присягали на верность и преданную службу своему главнокомандующему? Когда правительство угрожает благосостоянию тех, кем оно правит, это их право и их долг сменить его, если нужно сформировать новое правительство. Их прямой долг низвергнуть такое правительство и сформировать новую охрану для безопасности нового правительства. Ты набрался наглости и извратил слова Томаса Джефферсона на свой лад. Благосостоянию этой страны ничего не угрожает. Будь Джефферсон или Вашингтон сейчас в этой комнате, они бы приветствовали настоящего патриота. Если Джефферсон или Вашингтон здесь, сегодня, они бы повесили тебя за предательство. Сколько ни старайся, Джим, но тебе не удастся отстоять свои действия. Джефферсон или Вашингтон. Я ищусь. Я ищусь. Я ищусь. Я ищусь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Кто бы он ни был, приказываю его остановить немедленно. Дальше будем идти с опережением графика. Полковник Гарднер, сэр, немедленно соедините меня с командующим Эриксоном. Генерал Метцгер, вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что весь мир обвинит во взрыве Хасида. Когда самолет взорвется, все сомнения отпадут. Мистер Ван Дон, сопроводите наших почетных гостей в более удобное место. Немедленно. Идемте, господа. Я у электрощитовой. Девушки отдыхают. Джон! Надеюсь, я не зря постарался. Слава Богу. Ну, что происходит? Метцгер захватил центральный командующий бунт. С президентом все в порядке? Пока да. Что затевает? Метцгер. Планирует атаковать Хасида. Какой ужас. Здравия желаю, командующий Метцгер. Командир Эриксон, приказываю вам немедленно приступить к полномасштабным военным действиям против Омара Хасида. Слушаюсь, сэр. Сообщите личные входы президента, и через минуту самолет поднимется в воздух. Я назову их вам через одну минуту. Господин президент, коды. Простите, но я вас не понимаю. Мне нужны коды для командующего Эриксона. Теперь понятно? Как бы вам не хотелось стать главнокомандующим, но на самом деле им являюсь я. А я не даю разрешения на выполнение этого задания. Что в своей жизни сделали такого, чтобы называться главнокомандующим? Разве что болтали. Вы плод обычного голосования. Позвольте вас кое о чем спросить. Вы когда-нибудь участвовали в настоящем сражении? Вы видели, как умирают солдаты за свою отчизну? Для вас война – это раздача подарков солдатам в канун Рождества. Но сегодня вы узнаете, что такое быть солдатом, господин президент. Выбирайте. Или вы, или Амар Хасид. Кто? Давайте, можете меня убить. Но я не сообщу вам эти коды. Что ж... По крайней мере, вы готовы умереть за свои убеждения. Это хорошо. Впечатляет, но глупо. Видите, они уже у меня. Сообщи вы их мне. И я расстрелял бы вас за измену, господин президент. Здание полностью перекрыто. Знаю. Мецгер знает свое дело. Он все тщательно спланировал. Даже не представляю, как мы сможем отсюда выбраться. Грей, мы не уйдем отсюда, пока не убедимся, что с президентом все в порядке. Как вы собираетесь попасть в командный пункт? Ну, как знать. Идемте со мной. Где же он? Что вы ищете? Ход в прачечную. Один момент. Вот он. Вы уверены? Да, абсолютно. Мой отец был замминистра, и в детстве большую часть времени я играла в Белом доме. Показывайте дорогу, госпожа вице-президент. Не называйте меня госпожой. Прошу прощения, госпожа, но это невозможно. Я вам приказываю. И как же мне вас называть? Просто лис. Идет? Идет лис. За дело. Раз, два, три. Взяли. Ну же, давай. Скорее. Сейчас, сейчас. Давайте вместе. Тихо. Еще немного. Осталось чуть-чуть. Давайте. Снимем эту решетку. Дайте мне ваш фонарик, а то я ничего не вижу. Так. Точно, тот самый ход. Я его хорошо помню. Вы не ошиблись. По нему мы сможем спуститься в туннель, рядом с командным пунктом. Вы действительно знаете здесь все ходы-выходы. Когда будете съезжать, выпрямитесь, как будто едете на санях. Хорошо? Лис. Я сам был ребенком. Я знаю. Знаю. Вперед. Раньше все было совсем не так. Раньше. 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 Генерал Ван Дом не отвечает, но движение продолжается. Полковник Гарднер, сэр, возьмите с собой двоих человек и найдите их. Слушаюсь, сэр. Гарднер, слушаю вас. Объект движется по направлению к котельной. Продолжение следует... Продолжение следует... Меньше, чем через два часа с империей Омара Хасида будет... Покончено. 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 Правительственное крыло. Вас понял. Они всегда знают, где мы. Откуда? В командном пункте имеется детектор движения. Лис. Лис! Объект направляется в сторону жилого сектора. Вас понял. Блэйк, прости, что вынуждена потревожить твоих крольчат. Но сейчас они мне могут очень пригодиться. Идите сюда, хорошие мои. Вылезайте из клетки. Давайте, давайте. Приятной экскурсии, ребята. Денег не надо. Пошли, пошли. Давайте. Голубая комната, вторая дверь справа. Вперед. Это еще что за мигание? Генерал. Немедленно выясни, что там. Потише, сынок. Возвращайся на свой пост. Похоже, детектор движения сошел с ума. Денег не надо. Где вы были? Кролики. Какие кролики? Стоять. Госпожа вице-президент. Ой, как здесь очутились. В сторону. Послушай, Ван Дом, убить Хасида – это не выход. Где ваше оружие, шеф? На моем столе. Генерал Метцгер прав. Весь мир одобрит наш ответный шаг после того, как самолет с делегацией на борту будет взорван. Что? На борту заложена бомба. Откуда вы это знаете? Это часть замыслов генерала. Как только шасси самолета коснутся земли, прогремит взрыв. И в ответ на это мы немедленно нанесем сокрушительный удар и уничтожим Хасида. Мне очень жаль, госпожа вице-президент. Идемте. Вперед. Вперед. Нет, промахнулся. А теперь молись, чтобы Кевин и Лоуэн остались живы. Что вы делаете? Хоть мне и пришлось вырубить свет, я попытаюсь с помощью запасной батареи отправить электронную почту. Но телефонные линии тоже отключены? Этот модем может работать без телефона. Как же это сделать? Кевин, скажи Лоуэллу, что на борту самолета заложена бомба. Господи, прошу тебя, пусть они успеют получить сообщение. Вы серьезно ранены? Что, перелом? Не думаю. Я только буду путаться у вас под ногами. Оставайтесь здесь и никуда не шагу. Я все сделаю сама. Лиз. Что? Пожалуйста, будьте осторожны. Не делайте глупости. Вы ничего никому не должны доказывать. Вы просто обязаны выжить. Особенно, если с президентом что-то случилось. Обещаю. О, Боже. Вам письмо. Странно, от кого бы это? Она пришлет штук 100. Прочитаем после игры. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы властелин вселенной. А ты молодец, это крутая игра. Но до властелина вселенной мне все же далеко. Я скажу в туалет, а ты пока прочитай письмо. Просто щелкни на почту. Ты умерла. Час двадцать три ночи. Пятнадцать делегаций из двадцати четырех стран. Журналистов, опозревателей собралось не сосчитать. Приняты невиданные до сели меры безопасности. Сейчас пока самолет с делегацией еще в воздухе. Что вы можете сказать по поводу действий с позицией силы? Эта неприкрытая агрессия идет вразрез с призывом президента к мирному урегулированию. Еще есть такие люди, которые мечтают о власти на всем земном шаре. О власти, которой они лишены. Но наш президент ясно и нешуточно дал понять Хасиду, что больше никакой агрессии мы не потерпим. Персидский залив. Авианосец Хариан. Персидский залив. Источник прислаживает сообщение надежно. Источник надежный. Хорошо. Мы немедленно приступаем к поискам. Но до посадки остается всего 25 минут. Так что времени на раздумья у нас нет. Мы обязательно ее найдем. Придется обыскать весь корпус. Генерал? Генерал Метцгер? Передайте мне рацию. Не стоит, Джим. Я здесь, рядом. Госпожа вице-президент, какой сюрприз. Да уж. У меня их тоже было сегодня немало. Рад, что вам пригодилась ваша десантная выучка. Вы что, совсем потеряли рассудок? Напротив, Элизабет. Я его обрел. Я хорошо помню ваши лекции о кризисе власти. Кто бы подумал, что вы сами станете предметом для изучения. Никакого кризиса нет, Элизабет. Тогда кончайте с этим. Или это сделаю я. Ставлю вам пять с минусом. Прекрасные формы, но содержание отсутствует. Мы с вами не на уроке, Джим. Вы взяли в заложники президента Соединенных Штатов. Поставили под угрозу жизнь моих близких людей. Предлагаю вам простой выход из ситуации. Сэр, до цели осталось полчаса. Элизабет. Продолжение следует... На связи командующий Эриксон. Командующий Эриксон. Сэр, самолет в боевой готовности. Мы только ждем окончательного санкционированного приказа. Генерал Мэцгер, мы ждем получения личных кодов президент. Дайте мне коды. Начинаю вводить коды. КОНЕЦ Сэр, докладываю, санкционированные входы получены. К нанесению удара готовы. Что-то случилось? Не стану тебя обманывать. В письме говорится, что на борту самолёта бомба, но ты не бойся. Мы её найдём, найдём и обезвредим. Сколько ещё до Цюриха? 18 минут. 17 минут до цели. Мы посмотрели везде, где только было можно. Дальнейшие поиски после того, как приземлимся. Дамы и господа, говорит командир корабля, наш самолёт идёт на снижение. 10 минут до цели. Не падайте духом. Ибо я видел смерть. Ужасное и беспощадное. Сэр! Что за чертовщина? Уильямс! Всем покинуть помещение. Немедленно покиньте помещение. Покиньте. Покиньте. Редактор субтитров. Девушки отдыхают Выпустите шасси Борт 117, вы меня слышите? Вас слышим, говорите Говорит вице-президент Лейн Нам стало известно, что на борту вашего лайнера заложена бомба Мы получили ваше сообщение Все прочесали, но бомбу так и не обнаружили Ради бога, не садитесь Вы сдетонируете бомбу Набрать высоту Высота 6000 метров Восемь минут до цели Сенатор-командир просит вас срочно пойти в кабину пилотов Побудьте с ним, никуда ни шагу Что случилось? Вице-президент на связи с вами Лиз? Слава богу, Лоуэлл, слушай внимательно Бомба должна взорваться через 7 минут Отсюда нам невозможно ее нейтрализовать Кто-то должен отцепить ее от шасси и сбросить в воду Шасси? Я знаю, Лоуэлл, ты сможешь У тебя получится Помни, ты обещал провести со мной выходные Смотри, не подведи Даже и не думал Говорит командир штаба Дэвис из командного пункта Немедленно направьте сюда пехотинцев Да Мезгер пойнул в воздух Знаю, нам понадобятся коды Где книжка? Оно Мезгера Что? Шесть минут до цели Два четырнадцати ночи Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вот она Стоять! Иначе будут стрелять Клянусь Богом Где он? Где Метцгер? Он побежал на крышу Говорит президент Хейден Я требую вернуть самолеты на базу немедленно Простите, господин президент Приказ генерала Метцгера Атаковать может быть отменен Только соответствующими кодами К черту дурацкий код у нас нет времени Нужно остановить непровоцированную Бомбардировку, которая вверхнет нас В очередную мировую войну Правила гласят, что коды Плевать, я хотел найти правила Я президент Приказываю немедленно связаться по радио с пилотами И вернуть самолеты на базу К сожалению Это самоотключающаяся на случай диверсии системы Единственный способ их остановить Это ввести в компьютер коды отмены Сэр Генерал Метцгер Не с места, Элизабет Или я буду вынужден стрелять Отдайте книжку Через две минуты Будет поздно Отдайте книжку Нет Хасид будет остановлен любой ценой Не вам это решать Вы точно такой же, как он Да как вы смеете это говорить Я верно служил своей стране И на полях сражений И в прославленных залах Белого дома Дайте Я ни в чем не раскаиваюсь Дайте мне книжку Две минуты до цели Я ни в чем не раскаиваюсь Если мне удастся ее отцепить Сбросим ее в воду Отсюда мне ее не достать Одна минута до цели Луэлл Луэлл Не могу дотянуться до нижней стропы Луэлл Кевин, живо на место Я маленький Я пролезу Осталось 30 секунд Я буду держать тебя за пояс Слушай, внимательно Я скажу тебе, что делать Ты должен перерезать стропу Он почти добрался Пролетаем Женевское озеро Господин президент Называю код Чувство, динамика Танго, Чарли Вижу цель Захват цели Отмена Дэвис, феллоус, немедленно поезжайте в Пентагон Есть Сообщите немедленно Отцеплена ли бомба Давай, Кевин У тебя все получится Я почти ее достала Осталось еще немножко Я перевезла стропу Но бомба почему-то не падает Постарайся ее столкнуть Я пытаюсь, но не могу дотянуться Не бойся, я тебя крепко держу Никак Толкни ее за все сил Я не могу до нее достать Я тебя крепко держу Ты не упадешь Обещаю тебе У нас еще есть время, сон Гейтэдээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Все хорошо? Почти. Сейчас самолет выровняется. Ты ранен? Нет! Мы сделали это. Ты сделал это. Я знаю тебя с пеленок, видел, как бестовал тебя твой отец. Я знал, что ты особенный, но не знал, что настолько. Отец с тобой бы очень гордился. Французские и британские источники подтвердили, что вчера вечером Соединенные Штаты предприняли военные маневры и что сторонники Амара Хасида пребывают в смятении. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент из ООН. Госпожа вице-президент. Грей, у них получилось. Слава Богу, все живы. Все живы. Суббота, 23 мая, 11 часов утра. Я Брайан Стоун с прямым репортажем из Вашингтона. Сегодня, когда в Белом доме все так спокойно, трудно поверить, что еще вчера он служил ареной серьезной политической драмы, какой наша нация не видела со времен войны в Залиме. Сегодня утром пресс-служба сделала заявление, проливающее свет на вчерашние бурные события, и согласно которому напряжение возникло вчера утром, когда ЦРУ сообщило о передвижении войск Амара Хасида на Ближнем Востоке. Согласно разведданным, Хасид мог в течение нескольких часов захватить склад с большим запасом биологического оружия. Президент Хейден мгновенно отреагировал на информацию и созвал на совещание самых доверенных политиков и военных советников, включая команду еще Соединенными Силами генерала Джеймса Мэдсгера. Прежде чем он начнет действовать, мы нанесем упредительные удары, покончим с ним. Генерал, а что если ваши сведения... Ложные. А что если прав я? На этом совещании было решено, что Соединенные Штаты дадут решительный отпор агрессии Хасида. Хорошо, мы будем следить за его передвижениями, но афишировать это не надо. А наша делегация... Пусть делает свою работу. Совершенно ясно, что президент Хейден отказался от дипломатии в качестве действенной меры против Хасида. Забавно, что президент начал подумывать о войне сразу же после того, как отправил мирную делегацию в Цюрих. Наша делегация вылетает сегодня в Цюрих. И, надеюсь, положит своими действиями конец кризису на Ближнем Востоке. Делегация, возглавляемая сенатором Лоуэллом Баркле, должна была стать вестником мира. Ее прямой целью было остановить надвигающиеся военные действия в заливе. Несломленная Ближневосточным кризисом делегация вылетела с военной базы Эндрюс. А в это же самое время в Вашингтоне генерал Месгер делал самые серьезные заявления от имени президента, в которых подчеркивал неизбежность военных действий против Хасида. Это единственное правильное и, я уверен, неизбежное решение ответить агрессией на агрессию. Президент подкрепил слова Месгера действиями, отдав приказ авианосцам и истребителям занять тактические позиции в заливе. Месгер только что сам подписал себе приговор. Напряжение возросло после того, как в Белом доме обнаружилась утечка газа, и весь персонал был эвакуирован из здания. Хасид стягивает войска. Довольно об этом. И убирайте с глаз моих долой. Марк. Марк. Президент со своими советниками поспешил укрыться в запасном командном пункте, расположенном под Белым домом. Откуда они продолжали наблюдать за развитием кризиса? Там же к нему присоединился вице-президент Лейн, который, несомненно, пригодился в помощь такого прославленного ветерана, как генерал Месгера. Сдавайся, если можешь. Тебе некуда бежать. Тебе некуда бежать. С эвакуации Белого дома прекратились репортажи о происходящих событиях. И пока весь американский народ замер в ожидании, президент Хейден один на один оставался с Амаром Хасидом, и в течение нескольких часов ни одна из сторон не предпринимала никаких шагов. Когда, наконец, в половине третьего ночи президент Хейден решил отдать приказ о нанесении воздушного удара по Хасиду, было ясно, что президент Хейден решил дать понять Хасиду раз и навсегда, что Америка больше не намерен мириться с терроризмом. В тот момент, когда мирная делегация подлетала к Цюриху, казалось, война уже неотвратима. Президент Хейден уже собирался дать приказ о развертывании полномасштабных военных действий, когда Хасид пошел на попятную и дал приказ своим восткам наступать. Говорит президент Хейден, приказывая вернуть самолеты на базу. Непосредственный приказ, полученный от командующего Месгера, может быть отменен только соответствующими кодами. К черту, ваши дурацкие коды, у нас не остается времени. Тем временем нам стало известно, что самолет с делегацией благополучно приземлился в Цюрихе, хотя сделал это только со второй попытки по причине плохой видимости. Сейчас наша мирная делегация уже приступила к совещаниям в Цюрихе, и мы надеемся вскоре узнать об этом более подробно. Через несколько минут президент Хейден зачитает свои обращения к нации в связи с вчерашними событиями из Вашингтона с новостями Брайан Стоун. Доброе утро, Америка. Несмотря на то, что мирное урегулирование было и остается нашей главной целью, вчера вечером мы были вынуждены предпринять действия на Ближнем Востоке. Но я рад сказать, что кризиса больше не существует. Вместе с этим должен сообщить вам печальную новость. Вчера при исполнении долга погиб один из самых прославленных боевых командиров, командующий Соединенными Силами генерал Джеймс Мэдсгер. Благодаря его усилиям и блестящему руководству нашего вице-президента Элизабет Лейн стабильность и мир могут быть восстановлены. Я и вместе со мной весь американский народ выносит свои соболезнования семье генерала Мэдсгера. Мы будем всегда молиться за тебя. И помните тебя, Джим будет похоронен во вторник на Арлендтонском кладбище со всеми полагающимися воинскими почестями. Да благословит вас всех, Господь! Мам, подожди! Догоняйте! Скорее, пап! Давай ее обгоним! На русский язык фильм озвучен по закону. По заказу компании Екатеринбург-Арт. Субтитры создавал DimaTorzok Екатеринбург-Арт. Субтитры создавал DimaTorzok Екатеринбург-Арт. Екатеринбург-Арт. Екатеринбург-Арт.